ах ты мудила смотрите на этих подлецов отдыхают они упал он где отсюда внимание правильный ответ стоп хэм москва мы боремся с хэмством и вам советуем я тоже в толстовке я тоже в толстовке но у меня еще ветровочка маленькая но это куртка тебе не холодно я смотрю на тебя мне холодно у меня там безрукавка телогрейка ты как капусточка оделся свитер и сверху чтобы не испачкали не испачкали понял я понял как ты относишься к этим словам не испачкали если поеду на капоте как салфеточка да ясно поняла смотрите на этих подлецов отдыхают они упал он до упала на кого там упал рассказывать вангую сейчас пройдем 100 метров парни будут стоять во втором ряду при свободных местах если вы помните вчера какое было 15 марта 14 был снег все завалилось сегодня где-то 12 часов 20 минут 15 солнышко ярко все тает может пообщаться добрый день вам помочь а вы довезете нас но это же автобус на остановку вы наверное новый автобус вы стоите на автобусной остановке вы знаете что это значит в автобусе спасибо всего доброго зеленоглазое такси не сразу это оттуда нужно пообщаться здравствуйте ваша не ваша клей тогда сейчас это когда здесь есть аптеку хорошо две минутки дадим горит в аптеку отошел за руку меня хватать не надо а то я схвачу тебе даже понравится добрый день общественное движение стоп х вы выбрали не лучшее место для парковки могли перепарковать всего доброго до свидания и все равно кто вы люди которые не уважают общество не уважаемым но лично полторы минуты осталось а вы позвонить не хотите поторопить человек я знаю что он придет но он может побыстрее придет доставьте этот период а ведь и вправду он уложился в две минуты и горько я таких маневров не видел лет сто наверное даже не понимаю что происходит нам нужно вернуться нам нужно вернуться на тверскую дай сюда да 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 ах ты мудила и показываешь факт а потом поддаешь газу потому что у тебя ну вот так это и работает а вон он дай наклейку вот так выглядят герои никак они не выглядят так себе не выглядит а мы идем дальше обращаюсь к тому охраннику микроавтобуса мерседес и водителю который пытался меня обнимать не надо мне нравится девушки извините но вот водитель который показывал средний палец что просто мне интересно я знаю либо вы либо ваш работодатель либо папа с мамой либо тот же охранник он будет осмотреть его коль посмотришь ты это скажешь да знаешь я с ними сделал они там вырезали просто я вышла сказал если ты еще попробуешь чем-нибудь сделать я в асфальт загадаю прямо здесь а по факту что произошло если ты показываешь кому-то жесты если ты готов решить но выходи давай решим никаких проблем но вот вот этим заниматься а потом давать газ ехать задом тысячи нарушений если вы думаете что вы машинки немецкой без номеров и вам все можно и так далее поверьте мне не я другие и придет время когда таких ребят как вы которые считаете что они пуп земли вам будет нелегко я очень надеюсь что такие времена настанут машину на тротуаре уберите пожалуйста я очень рад тротуар не пойдет ни при каких условиях на тротуаре машина я тогда сяду на вашу машину исправлю нужду на ней уберите машину будьте добры это спецтехника вы не спецтехника вы хам это большая разница уважайте людей вокруг будьте добры что-то сказал что-то сказал наклейку да ты что выкрикнул и деловые бе ходит тупая там не зайти не не ты сказал пошли верно я не сказал или нет не говорил точно мы хамство не прощаем ни в каком виде и послушай камеру что я говорю мы если бы машина на тротуаре бросайте это вы обнаглели они и что мне на пять минут сходить нужду справить легкую здесь надо давайте на вашу машину справлю вам вообще плевать уезжать встаньте туда вот этого было тяжело да можно было так сразу можно было так сразу можно было все отлично все всего доброго ведь можно по-нормальному можно можно но нет нельзя нужно через одно место сделать тут же есть кто-нибудь не подожди вон попросим добрый день нечто отвлекая а вы можете позвать вот того товарищ чтобы либо проблесковые включил либо убрал машину с тротуара как бы здесь нельзя стоять вы не можете у меня не хотелось бы на него стикер клеить мы из общественного движения стоп хам но он на тротуаре стоит машину нет к сожалению нет я поэтому к вам обращая линия зайдите по ада хорошо мы так и сделаем всего всего хорошего коля коля попроси чтобы что-нибудь сделали с машиной а вон тот гели как тебя гелик он шикарно стоит мне кажется шикарно стоит а ты чё против а ты не заработала ты заработает на гелик тонна ты заработай сначала на потом не поработать идите вперед идите пока мы здесь идите оформлять мы здесь мы подождем пока кто-нибудь выйдет из этой машины что-нибудь сделает включу внимая что воскресенье выходной день может ему не хотелось и он действительно особо сильно не мешает но какой-то пример для окружающих то есть я встану где хочу отступая от норм правил и законов а тогда что делать люди подписывайтесь на канал ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях если они сами им пренебрегают то есть если бы он включил проблесковый или что-нибудь или знак выставил или что-нибудь но это же прямое нарушение если эта машина полиции она имеет право отступать но только при условиях а эти условия здесь не соблюдены давай шанс дадим давай дадим шанс надо дать шанс вот что бывает когда берешь на рейд кого-то меньше 18 лет а столов хватит кидаться в меня снегом а кто ты видишь еще одного неадеквата здесь ну помимо того кто машин на тротуаре бросил тебя ясно спасибо не выйдут не выйдут ванно клей пожалуйста а вот подожди подожди я прямом эфире вперед давай а не надо опа опа надеюсь они сейчас выскочат и активизирует все отлично идем дальше где девочки что она даже не на сигнализации отец парковать неправильно нельзя ответить там стоял отец и своим дочерям рассказывал почему стикер оказался на лобовой и правильно либо неправильно и почему это произошло видите так и происходит оставил машину на тротуаре значит ты дал согласие согласие на вот если ты употребляешь алкоголь много куришь ведешь нездоровый образ жизни как я раньше но я про пищу то ты можешь заплыть жиром и ты согласен на то что у тебя в 35 лет ты откинешь коньки где отсюда и ты автоматически соглашаешься на то что в 35 лет тебя может взять инфаркт будут проблемы с сосудами суставами и так далее это твой невербальные но осознанный выбор то есть ты не подписывал нигде бумаги не говорил да но ты делаешь все для этого если ты оставил машину на тротуаре если ты даже полицейский то и на тебя найдется некого рода управа то есть мы мы оставили стикер но может он спешил и так далее мы не знаем но это же пример для окружающих а какой пример не очень положительно в моих глазах сотрудники полиции это люди которые защищают это люди которые отстаивают наши интересы это не привилегия это ответственность дополнительная ответственность это груз который лежит на плечах это не выйти погонять на орать на кого-то это ты должен ты являешься этим клеем который сдерживает куб а также оформляйте спонсорские подписки